Добрый вечер. Чем самобытнее народ, чем выше у него самооценка, тем меньше и незначительнее все народы вокруг. Вот с позиции китайцев, например, им кажется, что собственная цивилизация их насчитывает 5000 лет, то есть Европы еще тогда не было в каком бы то ни было осмысленном виде, а у китайцев уже были взятки, уже была тюрьма, полиция, суд и другие признаки государства. Поэтому китайцы так несколько высоко посматривают на весь остальной мир, и принимают во внимание, что он есть, но знают, что точка отсчета в мире — это они. У японцев сопоставимое заболевание, но японцы вообще ведут себя поскромнее, потому что они перед этим были весь XIX и часть XX века чрезвычайно крутыми ребятами, потом произошло у них несколько геополитических метаморфоз, после чего они утихомирились, причем надолго. Но их самобытность тоже по-прежнему чрезвычайно велика, и японцы тоже не очень знают, есть ли вокруг них мир. Конечно, какая-то группа, сидящая на большом административном верху, догадывается, что есть Евразия, есть Африка, есть парочка Америка, и даже какая-то Антарктида, которая тоже считается континентом. Но для среднестатистического японца все это настолько не важно. В принципе, нормально совершенно работает старая аксиома. То, чего не вижу, то не существует. И вот о том, насколько японцы не очень понимают существование мира вокруг и не очень обращают на него внимания, видно на автомобилестроении особенно четко. Вот был момент, когда японцы просто сделали машины, это среди, наконец, 50-х годов, и решили поторговать их во всем мире, не удосуживаясь пониманием того, что мир немножко другой. Вот то, что японцу здорово, это настолько окрылило в целом нацию и подняло самоощущение, что они, например, выплеснулись, в том числе и в Америку, и решили, нате, посмотрите, порадуйтесь за нас. Был знаменитый совершенно прецедент, когда Subaru пришла в Америку со своей моделью под названием 360. Это первая их машинка. Она была сделана полностью по лекалам того технического задания, которое и определяло лицо японского автопрома послевоенного. То есть, некоторое количество дверей, небольшое количество колес, очень скромное количество цилиндров, и все это вместе должно напоминать корыца для того, чтобы можно было в случае чего применить в хозяйстве домашнем. То есть, автомобиль, он по совместительству был еще тазиком для стирки, например, там, какого-то белья для всей семьи. Когда они пришли с этим в Америку, американцы запретили это изделие к продажам, сказали, что это, в принципе, не автомобиль. То есть, вот, например, субаровцам сказали, ребята, с этим к нам не суетесь, потому что то, что вы дофантазировали тут под видом автомобиля, автомобилем не является вообще ни с какого боку. Ну, китайцы, если помните, такая же болезнь, они по сей пору много чего созидают и не очень знают, что это не совсем автомобиль. Часть японцев, тем не менее, чем хороши японцы? Они, ребята же, не агрессивные. После того, как им рога пообломали, они стали вдумчивые. И, конечно, они догадываются, что где-то на планете Земля еще кто-то существует, но параметры этого где-то не все хотят уточнять, а те, кто упрямо хочет, они создают, например, Lexus, Infiniti. Это уже конкретные бренды, адресованные тому чужому миру, который непонятен, но, наверное, все-таки существует. За точку отсчета японцы берут, конечно, внутренний рынок. Когда они создают автомобиль, они подразумевают, что самый целевой клиент, самый трепетный клиент и самый придирчивый клиент – это свой родной японский. Поэтому задача – ублажить его. Все остальное – получится, хорошо, не получится, мы разберемся. В конце концов, есть на внешних рынках торговые дома, которые с этим будут разбираться более усугубленно. И в автомобилестроении, поэтому есть такая разница, почему японское для внутреннего рынка столь сильно не похоже на японское для внешних рынков. Почему они иногда даже не пересекаются, а некоторые модели, в принципе, неизвестны японцам. И наоборот, в Европе есть то, чего никогда не бывает в Японии. И вот эта вот разница, она в каждой фирме существует по-своему. В Toyota и в Nissan она уже в ранге политики. А вот, например, в Subaru, там, как выяснилось, по косвенным признакам, большинство людей низшего и среднего звена, вот такого менеджмента, они не знают о существовании остальной планеты Земля. Они знают, что есть Япония, есть Фудзияма, есть Сад камней, ну и Харакири по выходным. Все этого достаточно для того, чтобы нормально существовать. У Subaru произошел очень приятный момент. После того, как они утратили над собой крылышко GM и из-под него выскочили в море, плыли сами по себе, начали тонуть, потом их подхватила Toyota. С Toyota вместе они сделали заднеприводную машину, которая у Subaru называется BRZ, а у Toyota называется GT86. Пришли с этим в Америку, в Америке за этим выстроились в очереди. Обе фирмы счастливы. У Subaru наконец-то появилась какая-то прибыль, появились какие-то деньги. И Ясуки Яшинага, это президент Subaru, теперь сидит и думает, куда плыть дальше, потому что открылись стратегические перспективы. Например, можно начать делать автомобили специально под Европу. Можно делать автомобили специально под Америку. Вот как, например, Tribeku сделали. Ну, да, там небольшой фиаско, небольшой медный тазик прилетел, но, тем не менее, попытка была здравая. Теперь есть деньги. Теперь можно ими как-то распорядиться. Раньше без денег было тяжело. Например, у Mitsubishi у них денег нет. И именно поэтому у них модельный ряд унифицирован. Они пытаются одно и то же распихать по всему миру. Именно поэтому они проигрывают один рынок за другим. Их выгоняют отовсюду, откуда только можно. У Subaru наконец-то удалось как-то закрепиться по ватерлинии, погружаться перестали, всплытие. И вдруг, откуда ни возьмись, выходит совершенно шикарное сообщение на информационные ленты о том, что фирма Subaru начинает специальные конструкторские работы по созданию систем для безопасной перевозки собак. Это разговор о том, как сильно отличаются миры. В Японии не все могут позволить себе жену и детей, но собаку любят все. Япония, она чрезвычайно в этом отношении страна, сориентированная на домашних животных, не обязательно на тамагочи. Собак они любят. При этом у них машина, это в основном седан. Универсалов, как таковых, на внутреннем рынке мало. И если надо, то вот тебе Minivan, пожалуйста, вози все, что угодно. И когда инженеры фирмы Subaru заявляют, что они хотят сделать систему по безопасной перевозке собак, подразумевается, что они хотят собаку закрепить в салоне. Но муж едет рядом с женой. Поэтому он за рулем, а собачка сидит рядом и тихо тявкает. И нужно придумать какие-то ремни, которые создадут ей такие нормальные, очеловеченные условия безопасного существования в автомобиле. У японцев вот подобная точка отсчета. И они начинают что-то изобретать. Они пробили заявку, им поставили визу, дали денег. Они создали три макета собак разной весовой категории. Там самая большая собачка у них 36 килограмм. Но, видимо, в Японии просто больше не бывает. Если бы они увидели Синбернара, я представляю, чтобы они подумали по этому поводу. Видимо, они решили, что это нечто среднее между русской тройкой с бубенцами и вот этими самыми медведями, которые ходят по Красной площади. Итого, собачку нужно безопасно возить. И мотивация какая интересная. Первый, кто придумает систему безопасной перевозки собак в салоне автомобиля, чрезвычайно обогатится, потому что в мире этого нет. А в Европе этот вопрос решен 25 лет тому назад. Как удержать безопасно собаку в салоне, если уж с дуру ты ее возишь в салоне? Пожалуйста. Каталог изделий на эту тему, это, наверное, страниц так 700. Все что угодно. Причем европейский менталитет знает, что оптимальная городская машина, а также семейная машина, это универсал. Если надо, собака везется в заднем отсеке. Простейшее средство удержания – это сетка либо решетка, чтобы тушка любимца не оторвала хозяину голову в случае ДТП. А также все остальные варианты безопасной перевозки. И боксы, и сетки, и удерживающие устройства, и какие угодно пристежки, и специальные мешки, куда продеваются лапы, и все это крепится к штатному ремню. Поэтому собаку можно любого типа размера, да впрочем, как и кошку, и хомячка, и кого угодно, вплоть до тещи. Можно возить на переднем сидении, на заднем сидении, между сидениями, в багажнике, в хэтчбеке, в универсале. Как угодно. Все это давным-давно изобретено. Вот это вот нестыковка менталитетов. Японские инженеры Subaru, вот этого среднего звена, они понятия не имеют о том, что существует Европа. Они даже в интернете не смогли посмотреть правильный ответ, как изобрести то, чего они собираются изобрести. Поэтому они выбили финансирование. И представьте себе бедного Ясуки Яшинагу. Вот президент корпорации, у него наконец-то финансовое благоденствие, прибыль пошла, ну немного, ну там 500 миллионов долларов. По автомобильным меркам это копейки. Но в плюсе же, ну наконец-то распогодилось, уже можно стратегически подумать, и в этот момент его инженеры тихонечко начинают топить фирму, выбив финансирование на изобретение велосипеда. Но с одной стороны понятно, почему у Subaru не все клеится. Потому что вот есть такая эклектичность принятия решений. Мы куда плывем? Мы изобретаем велосипед, роликовые коньки, автомобиль или зонтик. Мы что сделаем? Мы куда будем делать? Мы идем в сегмент какой? Дешевых машин, узкоспециальных машин для фанатов. Мы уходим в спорт. Мы позиционируем себя, как машину для домохозяек. Мы делаем машину какого типа размера? Большого, маленького? Мы делаем внедорожники? Мы делаем городские? Куда плыть? Непонятно. А в это время, пока стратег прикидывает, как бы мы эти 500 миллионов куда-то раскидать, и в надежде на то, что, кстати, будут еще другие деньги, другие удачные модели тоже обогатят копилку и позволят продолжить стратегические изыскания, начинания, инженеры тихонечко там изобретают то, что в принципе не нужно никому. Но исходят они именно из вот этой своей ментальной точки отсчета. Другого мира вокруг нас не существует. Про Америку мы, конечно, на уроке географии что-то слышали, но мы не в курсе. Европа, но это какие-то там отдельные государства. Собак мы любим больше всего. Собаки должны ездить в салоне с нами. Кому в голову придет собаку возить в универсале, в заднем отсеке, это то же самое, что жену там возить. Это просто неудобно. Ну, в Европе, конечно, там тещу возят, у нас у японцев это недопустимо. Поэтому деньги выкидываются на ветер абсолютно. С этим ничего не поделаешь, но все-таки радостно два момента. Первое. Субару перестало тонуть. Второе. Даже на уровне ерунды у них есть очень затейливые ребята, способные предложить хоть что-то новое. Осталось только совместить все это под единым началом одного человека, который скажет, что такое хорошо и что такое плохо. И здесь желательно начать обращать внимание на существование населенной планеты Земля вокруг. У японцев на географической карте Япония посреди мира. Ну, посмотрите по сторонам, там еще много интересного. Новости. В экипаже тишина и пустота, такая же, как на московских улицах. Пробки окончательно побеждены и до решительной победы товарища Собянина на выборах их больше не будет, мы о них не услышим. Всего жалки каких-то 4 балла. Небольшое количество транспортных коллапсов, так мелко разбросаны по карте Москвы. Но не обращайте на это внимания, все у нас замечательно. Называется это местами затруднения. 65-10-996. Единственный, кто сегодня позвонил в программу, это Павел. Здравствуйте, Павел. Да, здравствуйте, Сергей. Ну, сегодня без политики, все нормально, так что сразу к делу приходим. Хотелось бы вот узнать три модели и как тут разобраться, что лучше, что хуже. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Это наша проблема пожизненная. Хожу, облизываюсь, в принципе нравится, но вот что выбрать. Это вот C-кроссер, да, Citroёn, и все, я так понимаю, одна платформа. Потом Peugeot, какая там, 400... 4007. Да, 4007, и вот Outlander, да, по-моему. Да, XL. Это одна и та же машина, сделана на одном и том же заводе, при помощи одной и той же отвертки. А фишка в чем? А фишка в том, что если вы француз, то, конечно же, это Citroёn, ну что вы. Если вы голландец или японец, то, естественно, Mitsubishi, а если вы африканец, то, например, 4007, потому что эта машина как раз для регионального покорения. Не, мы москвич. Ну, что так? Тогда, если у вас дети есть? Да, да, да. Если дети маленькие, то лучше избегать Peugeot 4007, потому что они могут начать заикаться на всю оставшуюся жизнь от этого дизайна. Представляете, папа приехал на таком, а дети сказали, ой, и после этого замолчали лет на пять. Неудобно. Вы имеете в виду кузов? Я имею в виду внешность. Она очень спорная. C-кроссер посимпатичный, XL, ну, собственно, 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 XL такого уже нет, потому что единственное, что изменилось, это на этой же платформе пришел обновленный XL. И если раньше это была одна модель вообще, то теперь одна модель по складам еще встречается, а в Калуге нам собирают новый Outlander, который сделан на той же самой платформе, с теми же самыми двигателями, с теми же самыми коробками, но в другом кузове. Он, наконец-то, стал олицетворять с собой походы, странства и дальние дороги, потому что это чемодан без ручки. Ага, а там рестайлинг был, или это вообще новый кузов? Поскольку у Mitsubishi в последнее время денег немного, то платформа осталась старая, а чехольчик новый. И, естественно, это абсолютно новая машина. Ну что вы, в ней на 864% все новое. Старая только платформа, только подвеска, только двигатель и только коробка. И только днище. А новая у нее, фара новая, задний фонарь у нее новый, передний бампер у нее новый, задний бампер у нее новый. Ну что вы, это кардинально другая машина. А по ценнику, как там, я имею в виду, они будут отличаться сильно? Они будут отличаться очень сильно по стоимости владения, потому что у французов это чуть-чуть дешевле. Чуть-чуть. То есть и Пыши, и Интроэн. Да, просто потому что у французов, у них чуть-чуть другой, более дешевый норма час, и, ну, все-таки, они прекрасно понимают, что чинить эту машину агрегатным способом довольно сложно. Они искренне пытаются помочь клиенту. Потому что на Митсубиси, на нее любая стоимость запчасти такая, что проще в космосе купить. Вот договориться с американцами, чтобы они шаттлы сбросили. И это сложно. Ведь не зря вот у Цикроссера у 4007-го и у предыдущего Outlander XL у него простейший городской удар фара, бампер, крыло, кусочек капота это тоталь. Потому что по стоимости это практически 71% по восстановлению всего остального. Ну, к примеру, вот у Пежека, например, какого-нибудь 308-го, у него генератор стоит 15 тысяч рублей, а у Митсубиси он стоит 70 тысяч рублей. Представляете, вы стукнулись, вот цинь, у вас там лонжерон повело, там генератор накрыл и... Мама! Хочется спросить, ребята, зачем? Еще такой вопрос, вот я знаю, потому что у меня была АЦ-4-ка и... что там еще? Реношка была, Меган, у них пластмассовые крылья, здесь нет такого? По-моему, у них тоже пластмассовые крылья, что, кстати, хорошо, потому как наконец-то перестает државеть. У вас ведь на АЦ-4-м же не было проблем с того, что он пластмассовый. Вообще никаких и доволен. И покрашена хорошо, и если по какой-то причине там аккуратно прилечь на эту пластиковую деталь, она нежно отыграет обратно, и никаких повреждений. Ну да, а значит у Аутлендера будет все железное. Вот у нынешнего Аутлендера, насколько я помню, все железное, а степень пластмассовости предыдущего, знаете, давно не стучал пальцем. Ну понял. Надо будет подойти, ковырнуть, посмотреть, потому как с позиции количества пластмассы автомобиль очень давно не оценивал. Ну вообще, это же опять вот чисто французский такой подход, да, пластиковые крылья? Нет, это общемировой. А, ну я знаю, вот была какая-то вообще алюминиевая, там, Ауди А2, что ли, она куда-то делась. А2 была, и А8, просто стоимость владения маленькой машинкой А2 была чуть-чуть больше, чем большой А8, было разорительно, очень трудно, у машины не было вторичного рынка, поэтому потихонечку они закончили это. Но сейчас они к этому опять возвращаются. Алюминия все больше. Алюминий, он такой весь из себя технологичный, с ним здорово, а потом, пока инженеры дают возможность поиграться в новые технологии, он себе никогда не откажет в этом удовольствии. Ему просто интересно. Вот с точки зрения профессионала, неважно в какой теме он, попробует что-то новое, это всегда здорово. И если тебя вовремя не одернул начальник и не сказал, ну ты даешь, парень, то он может в этом зайти очень далеко. Не зря там все лендроверы сейчас, например, склеиваются из алюминия, даже не свариваются, склеиваются. Ну потому что интересно было попробовать. Попробовали. С Ауди то же самое, там будет добавляться, расширяться модельный ряд из алюминия. Почему бы и нет? Ну понятно. Вполне себе. И вот еще такой вопросик небольшой. Вот про электромобили, я уже все с ваших слов понял, что это утопия давно, но информация проскочила где-то в интернете, я читал, что англичане сейчас прямо очень жестко-жестко, вплоть до очень сильного развития электромобилей почему-то там в правительстве. Не слышали так? Знаете, в тех странах, где разрешены на уровне закона половые извращения, там еще и не такое можно законодательно лоббировать. Уж если они в первооснове человеческого естества позволяют себе подобные трюки, то почему бы им не захотеть, например, ну вот как у нас. Весь муниципальный транспорт срочно на газу. Замечательно. Почему бы и не попробовать? Давайте попробуем. При минус 30 ошеломляющих результатов достигнем. Знаете, когда весь автобус замерз и все погибли, но зато они погибли на газу, в экологически чистых условиях. Это же приятно. Да, изменение климата непредсказуемо. Изменение климата вот как-то не радует. Вот то, что происходит особенно у нас сейчас в Преамурье, ну как-то совсем тревожно. И поделать мы с этим ничего не можем. Александр. Александр, здравствуйте. Вы как-то затаились, так подозрительно. Такой, алло. Ну, да, не получилось. Период ожидания. Ждешь, 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 ждешь. Потом тебе говорят алло практически из того света и не успеваешь среагировать. Здравствуйте. Вы тоже, Александр? Алло. Здрасте. Я вас рад слышать. Я думаю, мне. Вам? Очень рад вас слышать тоже. Я дозвонился. Наконец-то мы с вами услышали друг друга. А вы как-то застеснялись. Ну, прямо. Да, немножко стесняюсь. А зачем? У вас дебют на радио сегодня. Отнеситесь к этому как к празднику. У всех трудовой понедельник. Все бьются в несуществующих пробках. А вы спокойно в эфире, на радио. Ну, красота. И главное, чтобы прискакал, сразу взял трубку, выговорить, никого нет, и дозвонился. Да? Я ж говорю, никого нет. Сергей, у меня здесь пара вопросов. Хотел бы узнать, сколько у меня... Сколько у меня жить осталось? Кукушка-кукушка? Да, Голь второй. Ух ты. 600 тысяч прошел мотор. Какая прелесть. Ни разу масло не гонит, переборки не был. Мотор 1.8 или какой? А? Мотор 1.8? 1.8 РП. Это тот, который дефорсирован был до где-то, наверное, 85-90 лошадиных сил. Да, да, 90 сил. Ага, они молодцы. Они взяли этот мотор, сделали его в большом количестве разных вариантов по мощности, а потом специально на выносливость дефорсировали его вот до этих вот 90 с чем-то в расчете на то, что он будет жить вечно. Александр, вы удостоились лотерейного билета выигрышного, потому как 600 тысяч на этом моторе, при том, что вы не первый хозяин. Нет, я вообще-то, если так я посмотрел, я немножко дотошный, мне привезли сервисную книжку, я даже знаю, почему я говорю, что точно прошел вам сколько, потому что согнали 80, вот, и сервисную книжку, я второй после немца, вот. Красота какая, красота. Александр, ну, до миллиона, как, вы готовы? Нет, там кузов не выдержит. Равноизносный автомобиль. А мотор может быть. Ну, знаете как, тут подварил, там подлатал, ну, интересно же, вот теперь, ведь коммерческого смысла продавать эту машину нету никакого, потому что вы получите за нее полкопейки. Ясно. Поэтому интереснее на ней доездить, тут подварить, там подлатать, пока не умрет мотор, потому как в хороших руках дефорсированный 1,8, и, я так понимаю, у вас моноточечный впрыск, такой центральный, еще вот первого поколения, и вы на этой капельнице сможете проездить еще очень много чего, километров. Замечательный результат. Я только сцепление на 530 поменял. Какой кошмар, ну, куда катится мир? 530 тысяч, и замена сцепления. Да, я приятно обрадован тому, какому удивительному техническому результату вы подошли на этом рубеже. Но на самом деле, не забывайте, Александр, в этом ваша очень большая заслуга. Надеюсь, конечно, я ее люблю. Да, не только техника, это вот как раз тот самый случай, что в руках хорошего, любящего мужчины расцветает жена, дети, теща, дом и машина. Вот у вас как раз тот самый случай, потому что 530 тысяч на сцепление, это говорит о том, с какой чуткостью вы относитесь даже к такому элементарному действию, как переключение передач. Да, стараюсь как-то четко делать. Тем более, Golf 2, ведь он же, по-моему, чрезвычайно красивый автомобиль. Да, это, по-моему, Пиниферина. Да, Пиниферина. Первый делал Porsche. Нет, первый тоже итальянцы делали. Тоже итальянцы. Да, да, да. Как раз Пиниферина, значит, как раз его и сделал первый, потом сделал второй. И молодцы немцы, то, что они пошли к профессионалу на поклон, поскольку облик этой машины пробил рынок так, что все вздрогнули. Александр, я рад за вас, за вашу машину. Перерыв на новости. Телефон на Финам.фм у программы Экипаж 6510996. Пробок по-прежнему в Москве нет абсолютно. Всего лишь 5 баллов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас услышать. Очень приятно до вас дозвониться. Да. Наконец-то вы... Причем с первого раза. Вот видите, сегодня день дебютантов. И очень правильный день. Всем удается дозвониться. Ну, пробок мало, наверное, из-за этого. Хотя я в ней стою. На Садовом кольце. Вам так кажется? Нету никаких... Собянин победил все пробки. Все, больше нету пробок. Не будет. Забудьте. То, что вы стоите, это просто... Вокруг одни миражи. Да, да. Вот там стоит некоторое количество сотен тысяч миражей. И у вас у всех просто иллюзия. Все хорошо. Понятно. Хотелось вас помочь на тему автомобилей. Как и, наверное, многие из водящих. Очень нравится ездить на седанах. Никак не переверусь все выше, но выше все хочется и хочется. Потому что бордюры в Москве все выше и выше делают. А бампера, к сожалению, не такие прочные, как на пятерке, которые были железные. Но им все было все равно. Алюминий был у нас. А на 24-й Волге какой шикарный бампер был. Такой таран. Можно было много чего преодолеть. Не довелось мне на таком аппарате поездить. Я больше квазиком или к тазиком, как кто их называет, с них начинал. И сплаву был бы потом пересел на японское. Ну, это правильно, потому что после Жигулей либо в больницу, либо за руль приличной машины. У вас очень выигрышный вариант. Ну, если ее перебрать целиком и доработать до ума, скажем так, очень даже ничего аппарат получается. Но, скажем так, очень много терпения надо. Конечно. Тем более, что хорошо в Жигулях. Вы берете одну деталь и меняете ее на худшую. В отличие от Аномарки, где как минимум вы меняете неплохое на неплохое. Поэтому после того, как вы Жигуль перебрали, нужно еще раз его перебрать. Есть немецкие, скажем так, детали, которые подходят к нашим автомобилям и очень даже ничего. Например? Ну, те же самые тормоза. Можно выкинуть и поставить какой-нибудь нормального, добротного немецкого производства. Вы имеете в виду суппорта или колодки? И суппорта, и диски. Но если колодки одни поставить, это ничего не даст. Это да. С моей точки зрения. Вот. А так, если потихонечку, там можно и проклеить звукоизоляцию, можно там двери нормально вывесить, замочки поставить. Ну, у кого как фантазии хватает. Иван, внимание, вопрос. А почему это должен делать пользователь, а не завод? Потому что пользователю хочется ездить на нормальной машине, а в тот момент, когда я покупал ВАЗ, у меня денег на что-то другое не хватало, а боязно было очень старые аппараты покупать. с тех пор-то на ВАЗе ничего не изменилось. Там тоже купил и нужно проклеить, добавить, сделать и поменять. Да, но, слава богу, уже на ВАЗе не езжу. Это точно. Это ему слава, он на вас побеспокоился, просто спас. я после того, как сел на первую японскую машину, долго упорно думал, наверное, месяц три, что я хочу здесь переделать, вот, нашел все-таки, что я хотел переделать, успокоился, не стал этого переделать. Вот, это была какая-то кнопочка или что-то в таком духе, я уже забыл даже. Замечательно, очень правильный подход к жизни. К вопросу, если можно. Вот, очень нравится, сейчас езжу на Вольво, вот, С60, машинка всем нравится, она в предыдущем кузове. Но низкая. Но низкая, и мне очень не нравится ее передний бампер. К любому бордюру подъедешь. И дорого получается швартоваться об него, об любой бордюр. Недорого, недорого. Ну, скажем так, он снимается, обратно ставится, потом, потом долго упорно расстраиваешься, то, что у тебя он криво поставился, потом надо, если, скажем так, руки есть, доехал до какой-то стоянки, где можно все-таки подлезть и все саморезы и пистоны обратно поставить. Он встает нормально, и вообще как ничего не было. Но, в общем, скажем так, за полтора года владения, там, раз в шесть это происходило, и это расстраивает. Иван, ну, какая все-таки блистательная жигулевская подготовка. И воли вы своими руками. Если надо, то и до Роллс-Ройса дотянетесь, будете, если что, аккуратно вынимать оттуда за крылышко парящую леди, дух экстаза, и потом, если что, обратно ее туда запихивать. Ну, если сломается. Ну, я слышал в Роллс-Ройсе, там чуть ли не, до двигателя вообще не добраться, там листом закрыто все. Ну, нет, посмотрите у меня в блоге, там как раз свежие картинки, плита не плита, есть куда ковырнуть. Пытливой руке с отверткой подобраться можно всегда. Ну, это в любую машину, в любую технику можно залезть. Вот. Не, а так это для развлечения, а то совсем скучно будет. Скучно не будет. У нас не будет скучно. Да. Так вы на какой кроссовер уже потихонечку переориентировались? Ну, вообще, очень мне хочется пересесть на HC-70. Вы еще так ее рекламировали. Это не совсем кроссовер, но это очень правильная машина с любым совершенно мотором. С бензинкой, с дизелем. Классный аппарат. Ну, при этом, хотелось узнать, насколько он, скажем так, больше к кроссоверу или же больше к седану универсалу. Не, универсал. Машина повышенной проходимости. Тем более, по геометрии, посмотрите, передний свес, задний свес. Она не рассчитана на то, чтобы на ней уж совсем откровенно удаляться от города. Но в рамках приличия, конечно, полный привод, молодец. И у нее всегда избыточно мощный мотор. Это очень большой плюс. С одной стороны, можно быстро ехать, а с другой стороны, можно хорошо выкапываться. Так вот, старательно выдираться откуда-нибудь. У нее в этом отношении все правильно. Выкапываться, кроме зимы, по Москве и по Московской области особо мне не приходилось. Ну да. Не приходится. Вопрос бордюров и вопрос того, чтобы она сильно не кренилась. Как довелось мне поездить на Хундае-Таракане, мне было страшно в поворотах на нем. Он очень, скажем так, напоминал губку. Вот. Закручивается. Если бы вы на такой скорости, на которой вы на Таракане вваливали в поворот, попытались зайти на Икарусе с гармошкой, у вас впечатлений в памперсе было бы еще больше. Ну, я не сказал, что сильно большие повороты и сильно большая скорость была. Но крены там были очень приличные и создавалось впечатление, скажем так, очень неприятное. Это как раз потому, что вы перебрали со скоростью входа в поворот. Вам казалось, что здесь ничего такого, а вы уже машину поставили в кризисную ситуацию. Вот и все. Прошли бы на 40, я вас уверяю, улыбка была бы шире. Ну, на 40. Русские любят быстро ездить. А тогда какие претензии к машине? Ну, то, что она не любит так ехать, потому что она, наверное, корея. Нет, не поэтому. Она, кстати, на очень много японец, поскольку это последняя реинкарнация первого Паджеро, но у всякой машины есть свое применение. Знаете, попытка при помощи молотка нарубить дров, она тоже обречена на избыточные эмоции, потому что этот предмет не совсем для этого предназначен. Но результат-то будет. Просто щебок будет больше и сил потратите больше. Поэтому, когда вы, например, после Вольвы пересаживаетесь на ящик для преодоления бездорожья, у которого большие хода подвески, заведомо большие, и минимальная стабилизация, потому что стабилизатор как раз его ограничивает по ходам, и вы после этого пытаетесь на ней войти как на карте в поворот, ну, тут у вас много открытий чудных. Будет. Если будет. Ну, согласен с вами, согласен. Но вот, если возвращается к карте 70, она скорее кому будет ближе к моей 60-е или же к этому таракану? Она будет нечто среднее, потому что все-таки это абсолютно легковая машина. Она не рассчитана в том числе и по ходам подвески для того, чтобы на ней по буеракам, но если вы не будете вносить поправку на другой центр тяжести и, в принципе, на другую повадку и на перераспределение крутящего момента по осям, то она вас тоже удивит неприятно, поскольку, как любой предмет бытового назначения, она требует чтения инструкции и применения по прямому назначению. При помощи фотоаппарата можно, конечно, подсвечивать себе что-нибудь, изображая из него фонарик, но лучше все-таки фотографировать. И наоборот. Фонариком фотографировать не получится. Поэтому, если вы берете легковую машину повышенной проходимости ХС-70 в расчете на то, что она совмещает в себе картинг и при этом является еще и Паджеро, то у вас получится либо там, либо там, ну, очень много неприятного. Ну, понятно. Не бывает абсолютно универсальных вещей. Совсем универсальных не бывает. Ну, совсем. Кроме человека, который действительно универсален. А вот, может быть, что-то другое посоветуете? ХС-90. Если он повыше, чем ХС-90, он более драйверский или же более проходимый? Если хочется, скажем так, несколько проходимый, он более бордюристый. Она будет специально на один сантиметр выше над тем бордюром, над которым зависнет ХС-70. Драйверской она не будет, а гоночной она не будет тем более. Поэтому вот как раз, Иван, для таких, как вы, есть в западной культуре трек-дни, когда пять дней в неделю человек ездит на чем-то, а в два дня он отрывается просто насмерть. Рубь сорок в поворот. Левый третий опасный. Больше картингов позволить себе не могу, ввиду того, что одна машина хочет, конечно. Хорошо, Иван, а на настоящем картинге вы на картодроме ездили на боевом карте? Не на прокатском, который чих-пых вялый, а на том, на котором всерьез, на котором летишь попой по асфальту и понимаешь, что делаешь это зря. Не пробовали бы? Я бы с удовольствием поездил бы, но максимум, что мне доводилось, так это, скажем так, мощные прокатные карты на чем кататься. Это неплохо, но у нас есть сеть картодромов по Москве и в ближайшем Подмосковье, и они как раз позволяют вам вот все то, что вы пытаетесь получить от серийной дорожной машины, выплеснуть в борьбе с картом в выходные. Если к этому подступиться, то вы довольно быстро дорастете до того уровня, когда есть возможность этим уже нормально пользоваться. и тогда у вас будет просто машина, чтобы спокойно ее возле бордюра ставить, не оторвав бампер, а по выходным вы уже тут выплеснетесь в буй здоров как, и получится вполне себе правильное сочетание, потому что иначе вы будете от каждой машины требовать той универсальности, которой там просто нету. Владимир, вы дождались? Да, я дождался. Это говорит о том, что вы очень терпеливый человек, либо очень везучий, может быть, и то, и другое. Здрасте. Я, да, добрый день, Сергей. Буду краток. Я не дебютант, это первое. Замечательно. И остальное вопрос. Да, я звонил, я и Осипову звонил, и в разные станции звонил, потому что я больше слушаю разговорные радиостанции, потому что можно получить некую полезную информацию для жизни. Иногда да. Да. Вот. У меня вопрос. Что бы вы могли сказать про три автомобиля? Это пикапы, это либо Volkswagen Amarok, на автомате восьмиступенчатом. Далее, Toyota Hilux, судя по всему, тоже автомат, но он, по-моему, пятиступенчатый. Да. И Ford Ranger, там шестиступенчатый автомат. Он не Power Shift, не с двумя сцеплениями, но, тем не менее, интересный автомобиль. Они все пикапы. Вы с ними собираетесь что делать? Я ездить, просто, смотрите. По городу? Да, просто по городу. Тогда Amarok, потому что у него постоянный полный привод, очень удобно, когда и перед тоже гребет, если что, у него сзади есть даже некая блокировочка дифференциала, и у вас получается вполне себе универсальный автомобиль, на котором в городе удобно, хорошо, он тем более крупный, но верткий, а на Hilux и на Ranger у вас будет задний привод, у вас облегченный зад, получается, что он не загружен абсолютно, вы едете на заднем приводе, это очень хорошо летом и по прямой, но осенью, зимой и весной это сложно, это требует определенных навыков управления, при этом у вас рама, у вас сзади балка, у вас сзади рессоры, высокий центр тяжести, нужны специфические навыки, чтобы в повороте просто нечаянно не срубить телеграфный столб задом, когда он наметет, и Amarok в этом отношении будет самым лояльным к вам, при этом у него кабина большая, сели, друзей посадили, места много, радикулит они у кого нет после поездки, понял, то есть Amarok, он гуманный, а Hilux это все-таки внедорожник, и Ranger это тоже машина внедорожная, и они заточены не под асфальт, а под буераки, перерыв на новости. Два сообщения и оба трагическая, Александр спрашивает, не взять ли ему Saab 9.7, подскажите свое мнение по этому поводу, Александр, Saab 9.7 это на самом деле Trailblazer, и ничего от Saab там нет, это обычный Badge Engineering, то есть когда на рожу одного лепится другое, когда на клетке, например, какого-нибудь животного написано слон, можно глазам своим не верить. Покупая подобный автомобиль, вы не выигрываете ни в чем, но может быть, какой-то иллюзорной оригинальности, но при этом обрекаете себя на мучительные поиски, например, какой-нибудь жестянки, не дай бог фарку выбьете, или крылышко погнется. И что тогда делать? Потому как запчастей на эту машину нету в принципе нигде, никаких. Если очень хочется вот такого типа агрегат, то это Trailblazer обычный, вот пожалуйста, пока еще можно купить, они не все изношены до дыр. И вот от Сергея еще одно более печальное сообщение. У него машина, я так понимаю, видимо, это все-таки Solaris. После 100 тысяч километров нечетко закрывается клапан и начинает потраивать нестабильно работа на холостых. Требуется регулировка клапанов. Дальше идет долгое объяснение о том, как у дилера это не получается, нужны запчасти, и никто не берется за эту работу. У официального дилера ничего нет. Двигатель приходит на завод из Китая, собранный уже там, и здесь у нас под его ремонт ничего нет. А дальше вот суть самого вопроса. Получается, что машина за 600 тысяч рублей с одноразовым двигателем? Да, Сергей, именно так и получается. Эта машина, поскольку 600 тысяч стоит только для нас с вами, а на самом деле ей красная цена в базарный день 1300, вообще это вот полный аналог Жигулей. И она должна столько стоить. Кабы не наш с вами истерический ажиотаж и вот эта папуасская манера с воплями больше трех в одни руки не давать. Благодаря именно этому поднимаем ценник на абсолютно весь товар. Знаете, когда к куску колбасы тянется одна рука или ни одной, у колбасы начинаются сомнения в праведности собственного ценника. А когда к колбасе тянется сразу 500 рук, она обычно вертикально подпрыгивает в цене. То же самое произошло с машиной. То есть для вас-то эта обида совершенно понятна. Вы заплатили даже больше чем полмиллиона рублей. Вот за это. И двигатель одноразовый, да, и машина одноразовая. И по факту не только это. Знаете, и BMW одноразовая, и Mercedes одноразовый, и Rolls-Royce одноразовый. Но там, конечно, могут еще и покочевряжиться и починить. А вот с такими машинами, как, например, Solaris или Rio, тем более никто возиться пока не хочет, хотя это говорит просто о неготовности дилеров. Вернее так, о зажратости дилеров зажрались настолько, что не хотят. Ну, если захотят, то могут. Но отвечая на ваш вопрос, неужели машина за 600 тысяч с одноразовым двигателем? Да, она с одноразовым двигателем, и она сама одноразовая, тем более, что 600 тысяч она стоит только для нас с вами. По факту она сильно дешевле. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да. Тоже сегодня первый раз звонился. Это правильно. вопрос. Ну да, очень важно ваше мнение, поэтому уже, наверное, минут 20 висел, 30. Стою перед дилером BMW, приезжал за 118-й, вот, ну, новый, там, 12-го, 13-го года спецпредложения, их распродают, в принципе, они пустые, ну, по салону, да, по начинке, ничего там такого нету, то есть, где-то 950-150, такие хорошие предложения, спокойные. И стоит в салоне 120-я дизельная, вот, как бы, очень советуют, то есть, там, друзья-родственники взять именно дизельную, и готовы там, она получается, миллион 200, то есть, готовы этот остаток предоставить. Ух ты, хорошие какие. Да, вот, собственно, я обзвонил сегодня всех дилеров, нигде больше двухлитрового дизеля нету, только есть один за миллион 600, там, с кожей, навигацией, всеми делами, больше в наличии ничего нет, только под заказ, поэтому, вот, хочу у вас узнать, стоит ли отдавать за такую же, как бы, голую в комплектации двухлитровую дизельную машину, или все-таки остановиться на 180-й? Если вы уже для себя четко определили, что BMW – это ваш выбор, и нужно только понять, какой мотор, то дизельный двухлитровый мотор очень удачный, с ним интересно, он хорошо тянет, ломается он на общечеловеческих основаниях точно так же, как любой бензиновый BMW, поэтому здесь чудо не произойдет, но эта машина с дизелем, она едет замечательно, вот с ней действительно интересно, и вы через какое-то время, вот, именно благодаря дизелю, благодаря тому, какой у него крутящий момент, и какая у него реакция, вы перестаете замечать все остальное, скромное убранство салона, поскольку 1,2 млн за этот автомобиль, он как-то иногда вызывает желание, чтобы там были еще хоть какие-то нюансы, нюансов там нету, пластмасса простенькая, но зато рулится хорошо, тормозит хорошо, и мотор, мотор классный. А такой вопрос, а вот в чем-то того, что все-таки их количество, особенно, ну, в Москве, там, я понимаю, вообще в России не очень велико, из-за ценника, не будет ли потом проблем, вот, с частями, или с сервисом, так как все-таки машина, ну, не такая популярная, как 116 или 118. Знаете, особых проблем не будет, в том числе, потому что вокруг вас, растопырев ладошки, ходит большое количество альтернативных гаражей и фирм, с удовольствием берущихся за ремонт любого BMW. Если официальный дилер, который сертифицированными движениями, в сертифицированных перчатках, сертифицированно открывает, сертифицированный капот, и после этого вы получаете ценник на техобслуживание, как будто вы летали в космос, то есть альтернативщики, которые говорят, привезем любую запчасть, починем любую машину, слушайте, и главное деньги, давай мы тебе все сделаем. И вы в этом отношении с BMW никогда не останетесь один на один с проблемой. Желающих вас вылечить, погладить по головке, обнять и поцеловать гораздо больше, чем в праздничный день на площади Святого Патрика, когда все выпили и все уже братья и друзья. Ясно. Ну, то есть и в принципе, ну как, на роду у нее не написано через какое-то время умереть, болезни нет, то есть в принципе ее можно рассматривать ни на два, ни на три года вперед, а чуть побольше. Ну, мы с вами этого не знаем, хотя на роду ей это не написано. Но вы же помните, она низенькая, она заднеприводная, она с одной стороны самая правильная BMW, потому что на самом деле BMW должна быть маленькая, короткая, прыткая машинка. Не должна быть она здоровенным слоном. И первая серия, как раз, она очень правильная BMW. Вот такая, какая надо. Вокруг водителя, чтобы вы сели, она вас со всех сторон взяла, и вы с ней погнали. И только часа через два на истошный вопль человека сзади, я же забыл утюг выключить. А, кто здесь? А, извини, дорогая, я забыл спросить, готова ли ты к поездке. Вот бы мы для этого. А на роду, ну, через ямки вы ее перенесете на любящих руках. Это же не жена, ее же можно все-таки перенести. Ну, я вот катался на тест-драйверской машине 118, и она как бы в М-пакете с М-подвеской, да, там, в принципе, мне после своего Цивика, 5D вот этого космического на роботе, это, конечно, готов распрощаться из панорамной крыши, используемой с полоном, лишь бы так ехать. Либо так, да, чувствовать машину. Чем хорош Цивик? Вот именно тем, что он безобразен на дороге. Это раздолбанная квашня, такая вот невнятная, она для мамзельки, которая в восторге от айфона и понятия не имеют, почему до нее никто не может дозвониться. Ну, потому что это не телефон. И Цивик, он для красоты, он великолепно смотрится возле офиса, он такой шикарный, ей там плохо, очень посредственно. А BMW, да, это вот та самая инженерная школа, которую вы уже прочувствовали просто на разнице автомобилей, а проникаться вы к ней будете с разным, с каждым пройденным километром. Вот когда вы с приличной машиной, не с Хонды, а именно с приличной машиной, садитесь за BMW, за руль. Вот первую неделю вы не очень понимаете, за что вы столько заплатили, а через месяц вы понимаете, что иного просто быть не могло, потому что инженерная школа BMW, она эталонная. И когда люди спорят между собой, что лучше, кто сильнее, слон или кит, что лучше, BMW или Мерседес? BMW. BMW лучше, чем Мерседес. Есть нюансы, есть трудности. У вас там будет там Renflat, например, эти вот непрокалываемые покрышки, которые тоже бабушка надвое сказала, хорошо или это плохо. M-пакет вы попробовали, M-пакет, он завышает четкость реакции. Обычная BMW, первая серия, копейка, она все-таки не такая, но тоже молодец. Потом через какое-то время у вас будет вот это вот столкновение в голове заплаченного и полученного. Потому что пластмасса откровенно поганая. Но зато как она едет. И вы начнете машине прощать о грехе и влюбляться в нее все больше и больше. Потом вы на горе себе купите трешку. Ну вот трешка тут тоже есть примерно за такие же деньги, даже лучше комплектации, но она мне очень как-то внешне в новом кузове не нравится. И, ну, так как машину берешь себе, не хочется перебарывать, да, вот этот внешний вид каждый раз, когда будешь к ней подходить. Артем, самое главное в покупке любого автомобиля, вообще в покупке чего бы то ни было, это удовольствие от покупки. Не слушайте никого, потому что если вы пришли к тому, что в вашей жизни должна появиться BMW, вы сели, проехались, вы поняли, что это ваше, вам могут теперь рассказывать все, что угодно, не обращайте на это внимания. Если это ваше, порадуйте себя, перестаньте идти на компромиссы, перестаньте носить неудобную обувь, потому что она модная. Зачем вам шляпа, если она тесная? Купите то, что нравится. Я вот именно просто на дизельке проехаться нигде нельзя, так как его нет, а эта машина, которая вот у них стоит в шоуруме, на ней тоже не дают проехаться только как бы сам менеджер и то там тихо вечером при выключенных камерах. То есть я проехал с моего 180 этот BMW пакет, она классная, она мне нравится. Я думаю, есть ли смысл переплачивать за дизель, то есть... За дизель есть, дизель по-другому себя ведет. Он в принципе машину делает более пушечной, она стреляет лучше. Эти деньги будут потрачены не зря. Эти деньги будут потрачены точно не зря. Дизель это очень интересно и немцы последние 15 лет все и Volkswagen, и BMW, и Mercedes, и Opel, они делают машину изначально рисуя на Кульмане ее с дизельным мотором. А потом уже для недоразвитых стран и Пупуаси типа наши они придумывают туда бензиновые двигатели. Но они когда делают машину, они сначала вдыхают жизнь в дизельную. Они понимают, что основной их клиент европеец с претензией, с вкусом, с пониманием автомобиля, он будет в первую очередь хотеть себе дизель. И они выкладываются в своем профессионализме именно на дизеле. А потом уже смотрят, о, у русских что там, они не умеют солярку делать, до сих пор не научились с 45-го года. Ну ладно, пусть вам берут вот эту вот фигню бензиновую и пусть катаются. А мы и катаемся. Бусы должны блестеть. Успехов вам. Если вам нужно благословение, то я вас благословляю. Вячеслав. Алло. Сергей, здрасте. Здрасте. Да, наверное, очень мало времени. Коротко вопрос. Вот приобрел автомобиль XC70 модель 14-го года, ждал два месяца. Ух ты. Ну так как много пагетов сейчас именно в этой модели, ну и она получается там чуть-чуть больше за два, ну получилось. Ну и сэкономил, хотел 215 лошадей, 2,4 дизель, но сейчас пакет 215 стоит 120 тысяч, раньше стоил 80. И вопрос такой, можно ли и нужно ли прочитывать 163 и 215? Можно, можно абсолютно. Абсолютно спокойно. Это у них 2,4 программного обеспечения, поэтому здесь, наверное, ничего не меняется. Это именно этот самый мотор, они просто, ему пишут либо такую программу, либо этакую. Официально у дилера это стоит целое состояние. На самом деле есть фирмы, которые прекрасно с этим справляются. Нет, вы знаете, сейчас вы сказали именно дилеры, что у них именно сейчас выйдет программа по чиповке именно официально у них будет. Будет, 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 официально. Но она же есть и неофициальная. Конечно. Да, да, есть, 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 да, да. Чипуйте смело, ничего с машиной не будет. Все, до завтра.